Добрый день, глупо уважаемые члены дистанционного совета. Сегодня мы работаем в очно-заочном формате в связи с эпидемиологической остановкой в стране и во всем мире. Перед началом должна была быть регистрация. Регистрация прошла, все зарегистрировались успешно. Утвержденный состав дистанционного совета ПДС 0200001 – 15 человек. Присутствует в очном или заочном виде 13 человек, в том числе 5 докторов по профилю рассматривания диссертации. Таким образом, кворум есть. Разрешите открыть собрание. На повестке дня защиты диссертации. Уважаемые коллеги, я прошу прощения, я понимаю, что кворум у вас есть, но нужно назвать, кто у вас присутствует точно и кто присутствует онлайн. Переключим. Спасибо, Леонид Валерьевна. Спасибо. 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 Вот мне список передала Анастасия Вячеславовна. Севастьянов Леонид Антонович заочно онлайн присутствует. Самулов Константин Евгеньевич очно присутствует. Кулябов Дмитрий Сергеевич очно присутствует. Демидова Анастасия Вячеславовна очно присутствует. Боголюбов Александр Николаевич заочно присутствует. Гайдамак Юлия Васильевна заочно присутствует. Дружинина Ольга Ванкиновна заочно присутствует. Ланеев Евгений Борисович заочно присутствует. Малыв Михаил Дмитриевич заочно присутствует. Орлов Юрий Николаевич заочно присутствует. Рыбаков Юрий Петрович заочно присутствует. Степанов Сергей Николаевич заочно присутствует. Щетин Евгений Юрьевич заочно присутствует. Итого 13 человек очно присутствуют. Трое заочно 10. Один из докторов по профилю очно присутствует Четыре доктора по профилю заочно Разрешите открыть собрание На повестке дня защита диссертации Мельникова Сергея Юрьевича На тему методы идентификации конечных автоматов По статистическим характеристикам входных и выходных последовательностей Диссертация представлена на соискании ученой степени Доктора физико-математических наук по специальности 05.13.17 Теоретические основы информатики Научный консультант, доктор технических наук, профессор Заведующий кафедрой прикладной информатики и теории вероятностей Факультета физико-математических и естественных наук РУДН Самойлов Константин Евгеньевич Нет ли возражений по повестке дня? Возражений нет, приступаем к рассмотрению диссертации Работа выполнена на кафедре прикладной информатики и теории вероятности РУДН Официальные оппоненты Доктор технических наук Круг Евгений Аврамович Доктор технических наук Тимонина Елена Евгеньевна Доктор физико-математических наук Подовкина Марина Александровна Доктор физико-математических наук Орлов Юрий Николаевич Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя Предоставляется ученому-секретарю Совета Анастасии Вячеслава Нигемидов Будьте любезны, мастерство Соискатель Мельников Сергей Юрьевич, 1963 года рождения, гражданин России В 1985 году окончил с отличием высшую школу ФГБ СССР имени Джержинского По специальности прикладная математика В 1995 году в диссертационном совете Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации Защитил диссертацию на иссоискание ученой степени кандидата физико-математических наук В период подготовки к диссертации являлся докторантом Факультета физико-математических и естественных наук По кафедре прикладной информатики в теории вероятности По специальности 05-12-17, теоретические основы информатики В настоящее время работает заместительным генерального директора О лингвистической информационной технологии Диссертация выполнена на кафедре прикладной математики В информатике и теории вероятности Факультета физико-математических и естественных наук Федерального государственно-автономного образовательного учреждения Высшего образования Российский университет дружбы народов Научный консультант, доктор технических наук Профессор Самулов Константин Евгений Заведующий кафедрой прикладной информатики и теории вероятности Факультета физико-математических и естественных наук РУДН Материалы личного дела и документы предварительных экспертиз соответствуют требованиям о положении присуждения ученых степеней Российского университета Дружбы народа. Все документы в деле есть. Будут ли вопросы в связи с соглашением документов? Нет. Вопросов нет. Слово для доклада предоставляет соискателю. Пожалуйста, вам не более 45 минут, пожалуйста. Спасибо. Повторюсь уложиться в мировое время. Уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета. Я представляю результаты своей диссертации «Методы распознавания и идентификации конечных автоматов» по статистическим характеристикам их выходных и входных последовательностей. В работе исследуется проблема распознавания и идентификации конечных автоматов, на вход которых поступают случайные или псевдо-случайные данные по наблюдениям над выходной и, возможно, входной последовательностями. Такая проблематика относится к классической задаче математической кибернетики о черном ящике. Возможно, две взаимосвучающие ситуации. Вероятностная мера на пространстве входных последовательностей задана или не задана. Если мера задана, то есть входная пространство автомата является реализацией некого случайного процесса, то мы попадаем в область теории вероятностных автоматов. Если мера не задана и входная последовательность является просто какой-то дискретной последовательностью, то мы попадаем в зону ответственности теории экспериментов с автоматами. Под распознаванием автоматов я понимаю указания такого автомата или группы автоматов из заданного класса, которые соответствуют наблюдаемым свойствам выходной и входной последовательности. Будет идентификация автомата. Я принимаю проверки гипотезы о том, что последовательность, свойства которых наблюдаются, были получены с помощью эталонного автомата. Конечно, для этих задач существует метод грубой силы, так называемый Брюс-Порс. Мы можем установить наш эталонный автомат последовательно в каждое возможное состояние, подать на его вход наблюдаемую последовательность, сгенерировать выход и посмотреть, получается ли наблюдаемая выходная последовательность. Если выход не совпадает, то мы установим автомат в следующее начальное состояние и так далее. Если же выход совпадет, то, возможно, это наш вариант, и тогда мы будем применять какие-то более тонкие методы исследования. Принципиальная сложность такого подхода на основе грубой силы – это то, что в реальных приложениях число состроения автомата очень велико и невозможно до перебора на современных и перспективных средствах вычислительной техники. Это звонок, не беспокойтесь, коллега. Исследуемая проблема возникает в ряде практических областей. В области технической диагностики необходимо проверять корректность функционирования того или иного исследового устройства, например, микросхемы. Это задача идентификации. Помимо этого, возможно, задача указать конкретный тип неисправности. Это задача распознавания. В криптоаналитических приложениях существует такая постановка. Имеется какое-то устройство, реализующее известный шифр, но с неизвестным ключом. Мы наблюдаем вход и выход этого устройства. И стоит задача проверить, что устройство реализует именно этот шифр, а не что-то другое. Это задача идентификации. В области генераторов псевдослучайных последовательностей. Если мы по данной сгенерированной последовательности сможем идентифицировать сам генератор или какой-то его отдельный узел, это очень плохо, и это свидетельствует о плохом качестве генератора. Следующее. При анализе оборудования связи или информационных систем важно определить, соответствуют ли эти устройства и системы своему описанию. Или злоумышленник смог их модифицировать и внедрить в них скрытый канал. Это тоже задача идентификации. Исторически сложилось два направления научных исследований в этой области. Они несколько различаются по исходным данным для анализа. В случае, когда вероятностной меры нет, нам известны только частоты событий в наблюдаемых последовательностях. В случае, когда вероятностную меру мы можем использовать, помимо частот событий, считается известна и сама эта мера. Ну, либо точно, либо с точностью до какого-то параметра. В целом, по этой проблематике хорошо зарекомендовали себя вероятностные методы дискретной математики. На слайде перечислены выдающиеся ученые, которые внесли заметный вклад в рассматриваемую область науши. Цель и задачи исследования. На слайде перечислены цель и задачи исследования. Задачи сгруппированы в три группы, которые помечены синим прямоугольником и римскими цифрами. Первая группа задач – это разработка методов распознавания при наличии вероятностной меры на входных последовательностях. Вторая группа – разработка методов идентификации в случае, если мера не задается. И третья группа – исследование точности методов распознавания языка дискретных последовательностей. Объектом исследования, естественно, является конечные автоматы. А вот про методы исследования я остановлюсь чуть подробнее. Конечно, базовые методы – это методы вероятностной методы дискретной математики, комбинаторного анализа и рядом находящихся с ними. Но в ходе диссертационных исследований мне пришлось привлечь и другие неожиданные для этого власти места. Так, например, для анализа Беграм привлекались элементы теории спекторов, графов. При анализе бесконечных последовательств, которые автоматами обрабатываются, привлекались отдельные методы функционального анализа. Для некоторых автоматов пришлось привлекать методы коммунативной алгебры, в частности, теорию полугрупп. В ходе работы было проведено большое количество компьютерных экспериментов, а для задач обработки естественного языка привлекался аппарат теории информации. Научная новизна. Я не буду прямо зачитывать пункты, вы их можете прочитать, я прокомментирую их в историческом аспекте. Первое. Задача тестирования и диагностирования дискретных устройств возникала, в частности, при разработке так называемых вероятностных методов компактного тестирования, это устойчивая аббревиатура. Она возникала в трудах Донецкой математической школы в период с начала 90-х по примерно 2010 год. Они издали несколько монографий, и, собственно, они же и предложили ввести отношение статической эквивалентности между автоматами, на близком к которому я буду пользоваться. Я пользуюсь. Второе. Про анализ автомата по беграммам. Способы восстановления автомата по набору вероятности беграмм рассматривались Севастьяновым, Борисом Александровичем, и группой его учеников, среди которых я бы выделил Амбросимова Александра Сергеевича. Восстановление по беграммам они сделали для весьма специального класса автоматов. Это было очень красиво, и очень неожиданно, и крайне мощный метод они предложили. И, собственно, я этот метод и развиваю. Третье. Граф Дебрейна известен годы и ста лет. Первая работа опубликована примерно в 1890-х годах. Публикаций по этому графу и близко к нему чрезвычайно много. Можно отметить, что касается экспектов этих графов, можно отметить работы наших отечественных ученых советских из Киевского института математики в середине 90-х годов, которые в первые меры посчитали спектр неориентированного графа Дебрейна. Я немножко попозже на этом остановлюсь подробно, когда до спектра дойду. Четвертый пункт. Многогрянники. Многогрянники возникли в... Многогрянники автоматов возникли в моих трудах, но не на пустом месте. Идея выпуклости при описании совместных частот событий на входной и выходной позиции автомата я подчеркнул в трудах школы профессора Кудрявцева из НГУ, в трудах его аспирантов. Они в 90-х годах занимались задачами приближения действительной функции, вещественного переменного с помощью статистик событий в автоматах. Такая вот любопытная тема. И в качестве промежуточных результатов я увидел у них работу по выпуклости. Дальше они выпуклости развивать не стали, как бы ограничились с этим, а я вот эту идею подхватил, и вот получилось то, что я сегодня буду представлять. Следующий пункт по построению алгоритмов построения выпуклой оболочки. Надо отметить, что методы построения выпуклой оболочки и связанные с этим задачей, задача относится к области вычислительной геометрии. И в настоящее время эти методы активно развиваются. Они развиваются как в алгоритмическом плане, то есть в асентратическом увеличивании их быстродействия, так и в плане реализации на различных вычислительных платформах. Это связано, ну, очевидно, это связано с развитием индустрии 3D-моделирования, компьютерных симуляций и разных компьютерных игрушек, на которых приходится крутить трехмерный объект. Шестой пункт по классификации булевых функций. Надо отметить, что задача классификации булевых как разночные функции, ну, и исторические занимались, совершенно великые ученые, значит, можно отметить, как Коста и многих других. Ну, и в настоящее время эта тематика развивается, продолжается, и все дают упомянуть фамилии Черемовского Александра Васильевича, Никона Владимировича, Носова Логачева. На защиту выносится следующее положение. Первый анализ структуры отношения статистической эквивалентности между функциями выхода позволяет строить метод распознавания этих функций. Второй анализ спектральных свойств графа автомата позволяет разрабатывать метод распознавания функций выхода по значению вероятности в биграмм выходной последовательности. Способ получения структуральных характеристик графов Дебровинского типа позволяет вычислить значения ряда их теоретико-графовых константов. Описание совместных свойств входной-выходной последовательности с помощью многогранников позволяет разрабатывать методы для идентификации автоматов. Также разработаны методы позволяющие исследовать свойства устойчивости относительных частот с учаимой числов в расточках начальных отрезков последовательности и в частности для автоматов из семейства регистра Дебровинского. Предложенный новый принцип классификации дискретных функций основанных на использовании многогранников позволяет изучать отдельные классы в этой классификации и в частности позволяет находить классы автоматов, которые сохраняют статистические наследовательности и статистические свойства входной последовательности. Также получены экспериментальные оценки точности методов идентификации языка-текста в условиях сильных искажений и проведенных третий-конформационный анализ. Работа состоит из пяти глав в соответствии группам задач перечисленного выше и главам, а также основным базовым содержанием глав предъявлено на этом слайде. Перехожу к изложению крёсткового изложения основных результатов работы. Пусть я автомат мура, на который поступает последствия случайных величин с принимаемым распределением. Выделим и зафиксируем слово в выходном алфавите и определим очень важную для нас величину y относительно частоту встречаемости слова β в начальном отрезке выходной последовательности. Для случайного величина y существует предел по вероятности, который является функцией от P определенно на указанном симплексе. В работе определяется отношение статистической эквивалентности на множество выходной функций автомата, исследована структура в отношении эквивалентности. Задача распознавания функции выхода приведена к виду минимизации модуля линейной формы. Построение выше было проведено для производного автомата мура ниже оно будет конкретизировано для трех классов автоматов. Первый класс автоматов это обычный двоичный регистр сдвига простой проходной регистр. На него поступает бернулицкая последовательность порядок P. Вероятность функция такого автомата является полиномом степень которого равна длине регистра. Построен критерий эквивалентности выходных функций. Вычлено точное и асинтатическое число классов эквивалентности справа внизу на слайде выписан вид задачи минимизации решением которой является истинный класс эквивалентности. Рассмотрим случай когда на вход регистра поступает не бернулицкая последовательность а случайная величина связанная маркет цепь определяется двумя параметами. Для отношения эквивалентности выходных функций в такой схеме также вычислено число классов и размерность задачи минимизации. Здесь можно обратить внимание что по сравнению с бернулицким случаем возросла размерная задача минимизации и произошло раздробление измельчения классов эквивалентности которые были в бернулицком случае. Это означает что при марковской входной зависимости статистика YM дает более подробную информацию о функции выхода. Та же задача рассматривается для двух других классов автоматов для обобщенного регистра сдвига и для регистра сдвига с внутренним суммированием. Для этих классов также вычислено число классов эквивалентности и размер звучит минимизация. В качестве вспомогательного утверждения доказан довольно красиво доказан изморфизм графов переходов обычного регистра сдвига и регистра сдвига с внутренним суммированием. Вторая глава работа по беграммам выходной последовательности. Пусть конечная автономная вероятность на автомат Мура задан дважды стахартической матрицей H. Функция выхода в этом случае является уже не булевой, а вектор действительно значной функцией, которую мы будем сдавать вектором строкой F. Беграмма и T теоретическое множественное событие, заключающееся в наличии двух единиц выходной последовательности на расстоянии T. Такая вилка. При сформулированных условиях выходная последовательность стационарной и можно говорить о вероятности дебеграмма. Получено представление вероятности дебеграммы в виде квадратичной формы, аргументами которой являются вектор F, а матрицей симметризованная тета и степень матрица H. Если рассматривать эту запись как уравнение с неизвестной функцией F, то это уравнение квадратичное и его сложность можно охарактеризовать, может быть, косвенно, можно охарактеризовать рангом этой симметризованной матрицы. Чем меньше ранг, тем ниже сложность такого уравнения. Наверное, один из самых интересных и интересных результатов в этом разделе соответствует случаю, когда матрица H является симметрической. В этом случае выписанная система уравнений линейизуется и допускает явное простое решение. Это тот самый редкий благоприятный случай, когда пучок квадратичных форм удается одновременно привести к сумме квадратов. Выше рассматривался общий случай автомата Мура, а сейчас снова перейдем к конкретике регистров двига. Для работы с квадратными формами с соответствующими регистром двига необходимо получить их спектр. Для регистра двига это спектр неориентированных степеней графа Дебрейна. Как я уже говорил, впервые спектр неориентированного графа Дебрейна был получен в 90-х годах киевскими математиками. Во-первых, он был получен только для первой степени Т равно 1 этого графа. Во-вторых, при выводе спектра они использовали очень сложный и громоздкий, тяжелый, аппарат непрерывных дробей. Первые исследования всегда бывают неукруженные. они используют непрерывные дроби. А в диссертации предложен другой подход, когда матрица смежности графа подвергается специальному преобразованию унитарного подобия, который в этом случае сохраняет слоочисленность. После такого преобразования полученную матрицу можно снова трактовать как матрицу смежности графа коспектрального к исходному. Новый граф является гораздо более простым, он распадается, и он представлен на рисунке справа. Слева граф дробейна, а справа этот граф после придуманного унитарного преобразования его матрица смежности, который сохраняет спектр. После такого преобразования легко получить характеристический многофин графа и его степени и их спектры. вот он выписан. Найденный спектр позволяет получить новую верхнюю границу для числа независимости таких графов. Прямыми вычислениями получить число независимости очень трудоемко, там приходится перебирать множество всех подновлений большого графа. Последователь чисел независимости графа Дебрейна это известная в мире последовательность она включена в мировую энциклопедию целочисленных последовательностей есть определенный номер он приведен диссертацией последний член этой последовательности именно 114 он вычислен только в прошлом году оказывается спектр. подход здесь применим и он позволяет улучшить известное неравенство вот мы видим два неравенства верхняя старая а нижняя это которую я продумал спектр. подход удается применить также к сложному и плохо поддающемуся очень неприятному объекту для анализа регистров сдвига со случайным управлением движения для двух вариантов движения предложенное образование унитарного подобия удается применить и к обобщению к обобщенному графу Дубрайна на слайде выписан характеристики характеристики многострельного графа он сильно зависит от арифметики параметров этого обобщенного графа найденный спектр обобщенных графов позволил вычислить значение ряда его характеристик в том числе число эллировых цифр очень важное число и следовало планарность этих графов переходим к следующему разделу это тот случай когда вероятностная мера на пространстве входных последовательностей не задается для последовательности омега и слова альфа мы определяем примерно тот же объект который в первых главах назывался вероятностной функцией вот теперь математика другая здесь эту роль выполняет вот указанный предел в случае если он существует он существовать вообще говоря не обязан его его существование гарантируется например в том случае если входная последовательность является периодической пусть так зафиксируем два набора слов во входном и в выходном условите автомата первый выходом может быть т слов в выходном условите будет к слов пусть автомат перерабатывает последовательность из х в последовательность из у если пределы для наших выдранных слов существуют и для входной и для выходной последовательности то мы получаем т плюс к пределов существующих пределов то есть т плюс к чисел от нуля до единички то есть координату точки в т плюс к мерном единичном кубе раз приближаемся по всем возможным периодическим последовательности во входном условите автомата тогда все пределы существуют и соответствующие каждые из последовательств вектора z образуют некоторое дырявое множество точек к плюс т мерном кубе дырявое потому что мощность числа мощность множества периодических подносится это счетное число а мощность множества точек в кубе это континул поэтому будет какое-то счетное подножство точек в единичном кубе рассмотрим замыкание этого то есть совокупность предельных точек 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 касания назовем это замыкание r на этом слайде представлены два центральных результата в рамках предложенного подхода и возможно даже в рамках децептационной работы теорема 1 r является выпуклой оболочкой конечного числа точек то есть выпуклым многогранником внутри куба размером степля плюска единичного куба размера степля теорема 2 теорема показывает что точка в кубе карбернат который образованно относительно частотам встречаемости выделено слов на отрезках длины м не на бесконечном нарезка длины не может быть расположена слишком далеко от многогранника автомата выполняется вот это вот неравенство нужно обратим внимание что м длина отрезка находится в знаменателе последний другой полученные свойства позволяет построить метод идентификации автомат он изложен на слайде и существо его крайне простое если в наблюдаемых последовательствах нарушается неравенство теорема 2 то эта последовательность не могла быть получена на эталонном автомате и мы бракуем эту гипотетку значит автомат был другой если же неравенство соблюдается то надо прийти к другой порции имеющихся данных вводится определение чезаровской последовательности как такой последовательности за которой рассматриваемые выше пределы существуют для всех возможных слов то есть какой-то устойчивой хорошей в таком житейском понимании последовательности вводится определение чезарова наследственного автомата как такого который любую чезаровскую последовательность в выходном условии перерабатывает в чезаровскую уже в выходном условии то есть свойство устойчивости наследуется предложены достаточно условия для того, чтобы автомат был и не был чедорово-наследственным. Исследуемое чедорово-наследственное с регистром сдвига и их обобщение. Показано, что обычный регистр сдвига всегда является чедорово-наследственным, обобщенный регистр сдвига не всегда, а при некоторых условиях является чедорово-наследственным, а вот регистр сдвига с внутренним суммированием не является чедорово-наследственным, ну, практически и никогда пусть при самых общих предположениях выделим класс автоматов которые сохраняют статистическое свойство знаков входной последовательности многоугольник такого автомата изображен на слайде он в определенном смысле является минимальным вот таких автоматов средней штаты единственно входе всегда равно средней штаты единственно выходе примерами таких автоматов лет например утвержденный автомат или просто задержка оказывается balloon speed доказано свойств доказано statewide таких регист factors получит критерий принимет среди среди такого класса получать на оценке мощности этого класса в частности показана двадцать специальный рост мощностью таких регистров таких регистра и свою же вопросах , таких автоматов в классах в общем в общем то есть в общем их регистров длига они существуют при некоторых значениях параметров и в классе регистров внутренним суммированием тут они не существуют четвертой главе аппарат мегаграммиков конкретизируются для регистра сдвига для двумерного случая в этом случае теорема 1 термо 2 приобретает совсем простой вид исследуются свойства многоугольников таких регистров рисунок в центре слайда иллюстрируют связь между отношением двойственности на множество булевых функций и симметриями многоугольников получен вид многоугольников некоторых линейных функций они сближены на рисунке в результате компьютерных вычислений построены многоугольники всех булевых функций от одного двух трех и четырех аргументов здесь слайд иллюстрируют теорему 2 с этим неравенством о расстоянии от точки до многоугольника каждая точка на рисунке это результат эксперимента со случайными последовательными указанной длины мы видим что до малых длин точки могут немножко немного отступать от нагрег от многоугольника как собственно и указано в теореме 2 а для больших длин уже работают закон закон больших чисел и точки ложатся внутрь многоугольника аналогичное построение определены для других автоматов полученные результаты строения их многоугольников этот слайд носит иллюстративный характер показаны многоугольники 28 случайных регистра двигов с внутренним суммированием мне хотелось просто продемонстрировать их разнообразно на слайде показаны поверхности характеризующие усредненные характеристики многоугольников для трех классов автоматов эти поверхности получены с помощью прямого построения многоугольника но выгодных для всех автоматов из указанных классов видно что эти поверхности обладают определенными симметриями это симметрии соответствует доказанным симметриям В последней пятой главе сопоставляются методы идентификации автоматов и методы идентификации языка сообщений. Сделан обзор методов идентификации языка сообщений различных типов. Текст, речь, изображение машинописного и рукописного текста. Расскаженные. Приведены параллели задачи идентификации конечных автоматов. Рассмотрена одна любопытная схема случайных искажений текста. Рассматриваются искажения типа замена символа. Каждый символ, независимо друг от друга, с вероятностью P, заменяется на другой, выбранный из луковида случайной равной вероятности. Если P мало, то текст практически не меняется. Это просто текст с опечатками. А если P велико, то текст становится нечитаемым. Вычислена пропускная способность соответствующего канала связи. Получена указанная ниже граница для P. Если параметр искажения меньше этой границы, то текст принципиально может быть восстановлен из своего искаженного образа. А если больше, то обназначенное восстановление текста невозможно. Оказывается, хоть текст восстановить невозможно при больших формах искажений, но язык текста указать можно с достаточно высокой точностью, что показывает график с правом. Основные результаты работы. Первое. Введено, изучено отношение статистической эквивалентности функций выходов со случайным входом. Предложен метод распознавания класса эквивалентности функций выходов. Второе. Взработан метод распознавания функций выходов по значению вероятности программ выходной последовательности. Получено выражение для рандов кудротичных форм, соответствующих кудротичных форм, для регистров сдвигов со случайным входом, двумя вариантами случайного управления движения. Взработанные методы позволили получить спектр и новую верхнюю границу числа независимости, неориентированных степеней графа Дебрейна, а также выислить ряд их комбинатных теоретографовых характеристик. Введены исследованные многогранники автоматов, которые описывают совместные статистические свойства входной и выходной последовательности. Предложен метод идентификации автоматов, основанный на использовании введенных многогранников. Предложим новый принцип классификации дискретных функций, основанных на использовании введенных многоугольников и виногранников с заданной функцией выходов. Исследованы автоматы, сохраняющие значковые статистические свойства входной последовательности, исследованное наличие этих автоматов и их структура в семействе регистров введенных. Предложены исследованные чезаровые наследственные автоматы, то есть те, которые обеспечивают наследование свойств устойчивости выходной последовательности. Исследовано наличие свойств чезаровой наследственности в семействе регистров Дебрейна. Экспериментально показано, что инграмный метод распознавания языка позволяет распознавать язык искаженного текста даже при высоких уровнях искажения, при которых текст не обязательно остановится. С помощью компьютерных вычислений построены в новоугольнике для трех классов автоматов, для семейства удовольствия регистров с накопительным размером 4, для всех возможных функций выходов. Привиденные построения подтверждают справедливость полученных теоретических результатов. Построены поверхности, характеризующие множество новоугольников автоматов из этих классов, в среднем. Построенные поверхности обладают симметриями, соответствующим доказанным свойствам новоугольников, и демонстрируют существенное различие усреденных характеристик новоугольников для автоматов из различных классов. Таким образом, в результате проведенных диссертаций и исследований решена фундаментальная научная проблема. Разработаны теоретические основы и создан комплекс моделей и методов распознавания и идентификации конечных автоматов по анализу корневых и корневых данных, не использующих информацию о начальном состоянии автомата. Доклад закончен. Спасибо. Спасибо. Будут ли после доклада обычно вопросы соискателю? Будут ли какие-нибудь вопросы соискателю? Есть вопросы? Там Юрия Васильевна хочет задать вопрос, включаясь на крапор. Спасибо, вас не слышно. Как я вижу. Спасибо. Уважаемый председатель, можно ли задать вопрос? Да, 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 Юрий Васильевна, пожалуйста. Сергей Юрьевич, скажите, пожалуйста, а что еще остается на сегодняшний день в исследовании в области генератора случайных последовательствий? И вот ваши результаты каким образом можно применить к этим задачам? Спасибо. Спасибо. Если идут вопрос. Генераторы случайных последовательностей, они активно, их теория активно развивалась, наверное, с середины 20 века. И какие-то фундаментальные и базовые решения оформились к концу 20 века. Основное требование генераторов случайных последовательностей обеспечить равноверятность элементов этих последовательностей и элегран составленных из этих элементов. Совершенно недопустимо, когда мы по отрезку выходного фрагмента, выходного фрагмента, выходной последовательности из генератора случайных последовательностей, можем восстановить следующий день. Ну или как-то его оценить. Это очень плохо. Были известны прецеденты, когда в те или иные программные системы, по-моему, даже система программированная, типа Паскаля или что-то такое, были использованы генераторы случайных последовательностей, плохие. То есть, именно плохие по вот этим признакам. И они привели к ошибкам в вычислениях, когда вычислялись, численно вычислялись интегралы по методу Монте-Карло, а использовался датчик из какой-то вот программной, из какого-то компилятора. Этот датчик брал, и, соответственно, возникали сильные ошибки при вычислении причисленном интегрировании. Сейчас методы исследования вот этих свойств генераторов случайных последовательностей, они многочисленные, среди них самые красивые, на мой взгляд, геометрические методы. Они, наверное, связаны с именем Джорджа Мансагриа, который для классического конгруентного генератора, который, в общем, казалось хорошим очень, он предложил отображать элементы последовательности, проведенные тренгенератором в некий трехмерный куб. И там элементы этой последовательности, они легли неравномерно, не стали заполнять весь куб, а вложились на отдельные плоскости в этом кубе, что, в общем, конечно, абсолютно не должно было быть, если бы эта последовательность была по-настоящему случайной. Вот такого типа геометрические вещи, ну, собственно, и у меня в работе тоже я пытаюсь применять геометрический подход. Сейчас для изучения качества генераторов случайных последовательностей, ну, есть лидеры мнений, на мой взгляд, это американский НИСТ, ну, может быть, отчасти наши отечественные технические комитеты ТК-26 занимаются похожими вещами, а в НИСТе есть, разработана целая батарея тестов на случайность, самый известный, самым известным набором тестов является тест Дай-Харт. Я надеюсь, что разработанные диссертации метода, ну, пополнят арсенал существующих тестов, ну, и, возможно, позволят взглянуть на набор этих тестов с какой-то вот методологической точки зрения. Я закончу ответ. Большое спасибо. Спасибо. Илья Васильевна, Вас удаляйте ответы? Полный. Спасибо. Ирина Андреевна Кочеткова хочет задать вопрос. Ирина Андреевна, пожалуйста, мы Вас слушаем. Да, спасибо, уважаемый член диссертационного совета. Сергей Юрьевич, у меня небольшой уточняющий вопрос, как раз тоже про уходящую последовательность. Вы рассматриваете для случая, когда у случайная последовательность и детерминированная. Скажите, пожалуйста, а все ли возможные модели можно уложить в эту концепцию или нет? Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, я, наверное, на самом первом слайде сказал, что у нас взаимоследовательная ситуация... Ну да, возможно, только два варианта. Сейчас я его найду. Сейчас, секундочку. Нет, еще раньше. Вот. Ну, в общем, формально, наверное, да. Либо на пространстве входных по сетям меру задается, и тогда этот случайный процесс, либо не задается, но детерминированно. Но это формально. А неформально, ну, конечно, и в обоих классах, и когда мера задается, и когда мера не задается, в диссертации рассмотрены только базовые примеры таких последствий, ну, когда мера задается, значит, у меня рассмотрены последствия независимых, случайных величин, и марковская, и, собственно, все. Есть и не рассмотрены более сложные модели, то есть более глубокие цветные зависимости, цепи маркового брунса, не рассмотрены зависимости, которые меняются со временем, то есть только однородный случай у меня здесь, не рассмотрены модели L-зависимых случайных величин, не рассмотрены функциональные спехматовые, вообще это были, ну, только базовые вещи рассмотрены. Не просто базовые, а базовые, которые характеризуются, ну, минимальным набором свободных параметров. И также базовые, только базовые вещи рассмотрены в случае, когда градусная мера не задана. Есть, у меня рассмотрены, по сути, только периодические по стоимости, и Чезаровские. На самом деле, значит, научная мысль здесь идет дальше и глубже в мире, и есть, ну, есть, в общем, достаточно намороченные способы порождения вот таких, чем-то случайных последовательностей, как-то таким, фрактального типа, есть вот такие последовательносты, очень-очень сложных описывать. То есть, есть, а есть последовательности, вот перспективно, на мой взгляд, вот в этой области рассмотреть было бы, среди дискретных последовательности, последовательности, так называемые, близкие к периодическим. Там есть разные варианты близких к периодическим, в разную сторону, разные способы это близкие рассматриваются. Возможно, они здесь были бы вполне областны. Я ответил на вопросы. Спасибо. Да, спасибо. Большое спасибо. Будут ли еще вопросы? Не видно. Вопросов больше нет. По регламенту мы должны объявить, честно, технический перерыв. Я не вижу в этом необходимости. А есть ли надобность в техническом перерыве? Давайте работаем, Сергеевич. Нет, давайте не будем объявлять, продолжим. Слово предоставляется научному руководителю, соискателю, научному консультанту, соискателю, извините, пожалуйста, с собой Лаконским Евгеньевичем. Спасибо. Уважаемый член Совета, уважаемые оппоненты. Я, собственно, расскажу историю, как мы с Сергеем Юрьевичем работали в докторантуре. Во-первых, он был рекомендован мне из Института криптографии и связи информатики коллегами, где я некоторое время читал лекции. И, конечно, прежде всего я начал знакомиться тогда с его работой. Вот работа, ну, работа, основными работами. Он принес мне на первую встречу уже, принес мне кирпич некоторый. Вот, и мне пришлось с ним знакомиться. Работа, здесь присутствуют коллеги, понимают, что она из сегодняшних работ школы нашей немного другая, да? Но, тем не менее, вообще она, я могу сказать с уверенностью, она относится к школе-основателю нашего профессора Башарина Гелепалыча, связана с его работами, в том числе об этом упоминалось. Ну, я взялся изучать эту работу, но все-таки прежде чем давать согласие на то, чтобы принять в докторантуру Сергея Юрьевича, я обратился к внешним экспертам дополнительно, которые знакомы с этой работой. Ну, сейчас это не секрет, вот, но некоторые здесь присутствуют. Но, тем не менее, они все дали мне положительные рекомендации, заключения, да? Ну, о новизне, об актуальности работы в целом, да? Ну, и после этого мы, собственно, приступили к работе. По-моему, она у нас примерно три года шла, эта работа общая. Окончательное решение о поступлении в докторантуру РУДН мы приняли после того, когда Сергей года два поработал. Стало ясно, что надо сделать для получения основных результатов. И мы, собственно говоря, он начал апробацию работы. Мы поняли, что часть результатов должны быть опубликованы дополнительно. Очевидным образом, то, что они не были доведены, в некотором смысле, до конца. Причем эта работа оказалась очень объемной. Ну, и за выполнение этой работы я Сергея очень уважаю. Настолько собрана он работа. Пришлось и пробировать эти результаты на международных конференциях и включить статьи в просидинге соответствующей конференции. И Сергей вот этот весь путь прошел. Ну, когда он был уже в докторантуре, такой вот у нас на кафедре это принято. Докторанты представляют работу на большой семинар межвузовский. Ну, здесь сидят многие, кто на нем был. В том числе я пригласил уже предполагаемых оппонентов сюда. Мы детально рассмотрели его работу. И было принято решение, что мы можем стартовать на завершающий этап. Вот. И на этом завершающем этапе, собственно, были сделаны еще дополнительные публикации. Доведена до соответствия полного паспорту специальности теоретические основы информатики по физико-математическим наукам, диссерационная работа, автореферат и прочие ее атрибуты. То есть вот была проделана за три года такая большая работа с Сергеем. Но у меня лично к нему как бы вот как к ученому, я считаю, что он состоявшийся ученый, для меня это совершенно очевидно, у меня как бы нет к нему претензий. Прежде всего потому, что было у него огромное желание заниматься наукой. Я считаю, что это самое главное у ученого. Но при этом как бы необходимое условие – это его квалификация. Ну, квалификация его в физико-математических науках для меня несомненно. Вот. Оказалось, то есть человек очень квалифицированный, грамотный. Вот. Ну и в заключении своего короткого выступления он за три года, ну, как бы профессура и децентура кафедры с ним достаточно познакомились. Он часто здесь у нас бывал. Ну, люди его уважают. И он очевидно, я надеюсь даже, что если, что он согласится, когда-то у нас еще почитают лекции на кафедре, квалификация его высокая. Ну, на этапе предзащит всех он прошел всех оппонентов. Сам лично занимался этими вопросами. Вот. И я, после этого вот мы считали, что он полностью готов к защите. Сейчас мы видим по докладу, конечно, что работа выполнена на высоком уровне. В ней решена крупная, раньше говорили в Советском Союзе, народно-хозяйственная задача важная, да? И это квалификация такой вот моей, этой работы. С очевидными приложениями. С очевидными приложениями, о которых он не говорил здесь конкретно, да? Но они имеются, об этом имеются сведения в автореферате и в диссертации. Ну, я считаю, что это очень достойная работа. Он, несомненно, заслуживает присвоение ученой степени доктора физико-математических наук по рассматриваемой специальности. Ну, и прошу коллег поддержать эту работу. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Спасибо за выступление. Есть ли вопросы Константин Абельевича? Если вопросов нет, то продолжим. Слово для обращения отзывов, полученных на инсертацию автореферата, предоставляется ученому сектору Совета Анастасии Вячеславовне Диме. В деле имеется заключение организации Федерального государственно-автономного образовательного учреждения высшего образования Российский университет дружбы народа, принятая на каждой укладной информатике теория вероятности по бюджету физико-математических и естественных наук, где была выполнена данная диссертация. Содержание заключения положительное. Кроме того, в Совет поступило три отзыва на автореферат. Все отзывы положительные, и если члены диссертационного совета не возражают, я полностью эти отзывы заочитывать не буду, сделаю лишь обзор. Да, пожалуйста. Первый отзыв поступил от Левина Ильи Израевича, гражданин на Российской Федерацию, доктора технических наук, профессора и директора ООНИЦ САИНК. Отзыв положительный. В отзыве дана краткая характеристика работы, перечислены основные научные результаты, отмечены практически значимыми статками. И отзыв содержит следующее замечание. Для определения класса статистической эквивалентности и утверждения ЭК-17 предложено сведение к задаче целочисленной минимизацией, но не приведена оценка участвительной трудоемкости решения для этой задачи. Пункт 6 научной новизны содержит новый принцип, который следовало бы более подробно описать в автореферате. В тексте автореферата присутствует ряд специфических определений, тенденовых и сокращений, которые не являются общепринятыми и несколько затрудняют восприятие материала. Второй положительный ввод поступил от Карпова Алексея Анатольевича, Крестанин Российской Федерации, доктора технических и наук, доцента главного научного сотрудника лаборатории Челухи многомодальных интерфейсов Федерального государственного бюджетного учреждения науки Санкт-Петербургский, Федеральный исследовательский центр Российской Академии наук. В отзыве отмечена актуальность рассматриваемых диссертаций научных проблем, дана краткая характеристика работы, отмечена теоретическая и практическая значимость исследований. Отзыв имеет следующее замечание. Предложенные методы идентификации и распознания автоматов целесообразны бы проиллюстрировать схему неприменения. В пятой главе работы рассматривается в том числе и теоретика автоматной схемы генерации искусственных текстов. Однако в современных системах генерации искусственных текстов осуществляется в основном с помощью нейронных сетей, что не отражено в тексте. Приведенные в автореферате на странице 26 рисунок с андрафик точности идентификации языка текста в зависимости от степени его искажения при различных моделях языка нуждаются в пояснении. Они необходимы для обоснования полученного результата, согласно которому точность идентификации языка текста снижается при использовании более адекватной модели языка. Последний отзыв поступил от Мещерякова Романа Валерьевича, гражданин Российской Федерации, доктора технических наук, профессора, главного научного сотрудника лаборатории номер 80 гиперфизических систем Федерального государственного учреждения науки, Институт проблем управления имени Трапельникова, Российской Академии наук. В отзыве отвечена актуальность рассматриваемой в диституционной работе научных проблем, дана краткая характеристика работы и в качестве замечаний отмечается, что следовало бы более активно использовать понятие метода распознаивания и идентификации, формулировки положений, выносимых на защиту. При развитии работы следует учесть современную тенденцию использования нейросетевых моделей для рассмотрения языковых моделей. И не дано подробного пояснения рисунков 2, 3 и 4 или иллюстрирующих симметрию многогранников регистров сдвигов. Все. Большое спасибо. Слово для ответа на замечание. Содержащиеся в отзывах представляется целескателем. Я согласен с формулированными замечаниями, полученными на авторе феррат и прокомментирую некоторые из них. Замечения профессора Левина Ильи Израильевича из Ниццы Супер-Эвая. Нет оценки в учительном подпородъемке решения осозначительного задача минимизации. Вот речь идет вот об этой задаче, которую мы мышкой выдали. Это задача минимизации модуля линейной формы при линейных ограничениях на переменные и при ограничениях слощичности на эти переменные. Это известная и достаточно сложная задача. И по сути, это некая разновидность задачи о рюкзаке. А задача о рюкзаке, как известно, в общем случае, является полной. Однако, что даже если вот эту вот задачу решать методом полного перебора всех возможных решений, то тогда трудоемкость перебора не... ну, это будет, собственно, число классов, что существенно меньше, чем число всех обулевых функций. Поэтому даже такое представление все равно на значительной экономии трудоемкости. А по существу задачи, я бы вот что отметил, что задача о рюкзаке, разновидность которой является вот эта, она исследована, ну, исследуется уже 40 вдоль и поперек. И сложность этой задачи о рюкзаке зависит от вида коэффициентов целевой функции. Если, значит, они обладают некоторыми определенными закономерностями, то задача о рюкзаке вовсе нету и трудна. Она становится даже там субпольными в некоторых случаях. Вот по... именно по вот этой задаче. Я не могу сказать... Детальное исследование не проводилось. Если я могу только ограничить сверху эту трудоемкость, то здесь, да, мы здесь попадаем в разновидность задача о рюкзаке. Но это тоже неплохо. Вот такой мы назвали по замечанию Ильи Израильевича. По замечанию Кампу Алексея Анатольевича из Спиерран, а ныне ФИЦ в Санкт-Петербургском. Нет пояснений к графику точности идентификации языка текста в зависимости от степени его искажения при различных моделях языка. Сейчас я доберусь до этого гадка. Замечание совершенно справедливое. В самом деле, график точности идентификации, который справа здесь нарисован, он вообще, на первый взгляд, вызывает недоумение. Здесь трехграммная модель. Вот здесь три модели. Однограммная, беграммная и трехграммная. И трехграммная языковая модель оказывается хуже, дает решение хуже, чем беграммная и значковая однограммная. Честно говоря, меня тоже. Сначала это удивило. Я проверил все исходные данные, поднял материалы вычислений. Нет, все именно так. И таким образом, пояснение я даю следующее. Эксперимент, график, результат, который определенный на графике, проводился с достаточно короткими текстами, длиной 1 тысяча знаков. И вот это удивопытное явление мы видим только при очень высоком уровне искажения, выше 60%, 60-70-80%. Вот там, например, согласование, на югографике, незаметное. Что такое уровень искажений 60 или 70 или 80%? Что-то из реальных символов языка у нас остается 30-20%. Это по символу 30-20% остается. Все остальное превращается в мусор, в мешающий шум. А по трехграммам, подряд идущим, остается, соответственно, 30-20% в третьей степени. То есть, вот если, допустим, 30% у нас ошибка, истинных символов, то в третьей степени это будет 3%. То есть, у нас в нашем тексте остается только 3% истинных трехграмм, правильных соответствующих языков, за которые может зацепиться трехграммная модель. Это чудовищно мало, поэтому она и показывает результаты хуже, чем беграммная и однограммная. Однограммных остается те же 30%. 30% от города лучше, чем 3%, и вот однограммная и беграммная еще как-то работает. Вот такое у меня объяснение, которое, ну, по сути дела, подтверждается тем, что при меньших уровнях искажений, вот если мы отступим за критическую область, а слева нужно смотреть, там все модели работают отлично, ну, в том числе и трехграммная, и значка, наверное. Вот такой у меня ответ на замечание Карпова Алексея Анатольевича. Замечание профессора Меченкова Романа Валерьевича из ИПУМРАН. При развитии работы следует учесть современную тенденцию использования нейросетевых моделей для рассмотрения языковых моделей. Ну, собственно, это же замечание было и от Спиера. Ну, нет, близко, там они про генератора текста. Здесь Роман Валерьевич в общем говорил. Я согласен полностью с таким замечанием. Конечно, рассмотренные в диссертации н-граммные модели, конечно, не являются оптимальными. Они даже не являются очень хорошими. Они нужны только синить целью. Они иллюстрации принципиальной возможности решения поставленной задачи распознавания языка. В реальных же применениях каких-то, наверное, боевых или практических, конечно, следует использовать современные модели. И лучшие из них на сегодняшний день не растут. Я закончил ответ на отзыв Романа Валерьевича Мещерякова. И вместе с ним сейчас другие вызовы. Большое спасибо. Есть ли вопросы к соискателю по его ответу на замечания? Нет. Вопросов нет. Сейчас мы должны перейти к заслушиванию отзывов официальных оппонентов. Прошу официальных оппонентов, работающих удаленно, перед выступлением, включить камеру, во-первых. Во-вторых, поднести к лицу открытый паспорт, где была видна фотография и фамилия, имя, отчество оппонента, для его идентификации. Итак, слово предоставляется первому оппоненту, доктору технических рук, руку Евгению Аврамовичу. Евгений Аврамович пошел за паспортом. Пошел, я вижу. Да, действительно, я пошел за паспортом. Правда. А на весь экран не должен ли вести? Так, пожалуйста, вот так видно паспорт. Сейчас мы вас выведем на весь экран, что все. Вот так видно. А презентацию сейчас мы сделаем, чтобы его выступление было видно. Паспорт. Еще чуть-чуть подвиньте к себе. Вот, все хорошо. Все видно. Все видно, да. Да, Ваньки. Слушаем вас, Евгений Аврамович. Да, спасибо. Такие новые процедуры, неожиданно. Ну, я могу... Уважаемый председатель, уважаемый диссертационный совет, я могу... Есть отзыв, полный отзыв, которым отмечаются все основные моменты, которые положено указывать в отзыве оппонента. Я, с вашего разрешения, скорее выражу свое, как бы, свое отношение, свои комментарии, да, поскольку там... Ну, и, конечно, зачту недостатки, а, в общем, зачитывать отзыв с вашего разрешения не буду. Можно? Да, конечно. Вот я хотел бы отменить следующую вещь, понимаете? Ведь, да, это вот распознавание автоматов, это, конечно, классическая задача, которой занимаются уже давно и занимаются очень внимательно, огромное количество исследователей. Исследователи это делают. Одна только задача, там, скажем, связанная с идентификацией датчиков, это и то уже, как бы, ну, целое море работ. И здесь, как бы, принципиально, да, вот при таком наборе возможных постановок задачи, да, и свой датчиков, и входных последовательностей разного типа, важнейшим становится исследование как раз методов. методов работы вот с такими вот объектами. И в этом смысле работа, которую мы рассматриваем, это работа вот ровно в этом ключе, то есть работа, которая разрабатывает новые методы исследования классической задачи. И вот среди тех результатов, да, у меня выписано это в большее количество, но вот те результаты, которые произвели на меня самого значительное впечатление, это вот, собственно, два таких класса результатов. Это преобразование унитазного подобия для анализа графа Дебрейна. Это, в общем, по крайней мере, примеры впечатляющие, как бы, довольно сложные анализы сложных графов, которые превращаются, в общем, в довольно простые задачи. И это, в общем, такой интересный и подход, и интересная удача. Но главный, конечно, результат диссертации – это вот метод многогранников, который полностью придуман диссертантом и, в общем, представляет несомненный интерес. Причём вообще, как бы, видимо, да и по докладу видно, что у диссертанта есть такой вот вкус к рассмотрению, к сведению тех или иных задач диссертной математики к геометрическим постановкам. И действительно, это, в общем, такой, это, в общем, красивые задачи, красивые результаты. Поэтому я вот высказался о том, что казалось мне особенно значительным. Но, конечно, как во всякой работе, есть недостатки, ничего нового нет. Я перечислю их, те недостатки, которые мной выписаны. Сейчас я их найду. Не указано, как соотносится трудоёмкость предложенного метода идентификации автоматов с помощью многогранников с трудоёмкостью других методов идентификации. Ну, конечно, это как бы основной вопрос. Потому что предложен метод, предложен красивый метод. насколько сложность при этом этого метода и в каких задачах она возникает, вот это остаётся, конечно, вопросом. Наверное, это слишком обширный вопрос, чтобы на него можно было сразу ответить. Но, во всяком случае, использование этого метода, оно целиком как бы вот упрётся в то есть, насколько как бы вычислительная сложность алгоритмов не окажется слишком сложной. Вычислительная сложность алгоритмов не окажется слишком большей. Ну, есть недостатки менее глобальными. Предложенный метод многогранников иллюстрируется примерно только двумерными. На самом деле, хотя бы трёхмерные на них бы посмотреть не помешало. Вот. Есть остальные недостатки. Это недостатки фактически такие технические. Я их даже не буду оглашивать. Ну, конечно, в целом, диссертационное исследование Мельникова Сергея Юрьевича является законченной научно-квалификационной работой, выполненной на высоком научном уровне. В работе содерживается новое решение важной научной проблемы идентификации конечных автоматов в условиях ограничений. Работа соответствует требованиям к диссертациям на сыскание учёной степени доктора наук согласно пункту 2.1 раздела 2 положения присуждений учёных степеней Федеральным государственным в автономном образовательном учреждении высшего образования Российского университета дружбы народа. А её автор Мельников Сергей Юрьевич заслуживает присуждения учёной степени доктора физико-математических наук. С вашего разрешения всё. Спасибо, Евгений Ауранович. Есть ли вопросы к Евгению Аурановичу? Вопросов нет. Тогда слово для ответа официальному оппоненту предоставляется соискателю. Евгений Ауранович, спасибо за добрые слова и, в общем-таки, обнадеживающее. Спасибо. Я согласен с замечаниями уважаемого профессора Крука отвечу на два прозвучавших. Во-первых, по трудоёмкости, по сложности вычислений. Для вот метод многогранников он работает в производном случае для производных автоматов. Аналогичных универсальных методов идентификации мне неизвестно, разве что метод грубой силы с тотальным опробованием всех состояний. И тут мы видим некоторую диалектику. Если мы будем опробовать все состояния автомата, нам потребуется перебор, допустим, мощность множества состояния Ку. Нужно перебрать Ку вот этих каких-то действий нужно сделать. Автомат прокрутить, сгенерировать последовательность, что-то проверить. Главное Ку. Это будет множитель в оценке сладоёмкости. В моём же методе многогранников там два этапа. Первый этап предварительная работа, очень большая. А второй этап боевой шаг, когда как бы предварительная работа многогранник построен. А теперь нам приходит на втором шаге к нам приходит на вход последовательности и их частоты вычитываются мировыми. и на втором шаге нужно проверить расстояние от полученной точки до многогранника. Вот эта вот проверка этого расстояния вычитывается за логарифм от Ку. Правда, сам многогранник строится тяжело. Если вы устроите глоб, то это крайне тяжелая процедура. То есть, по сути дела, мы находимся на весах. С одной стороны, первый метод грубой силы тяжело равномерно, но как бы очень тяжело и все. А вот мой метод делится на два этапа. Первый этап крайне тяжелый, если его делать лоб, а зато второй этап боевых шаг быстрый. И я надеюсь, и собственно часть результатов работы четвертой главы это показывает, что для некоторых автоматов не нужно проводить тяжелые процедуры построения их многогранников в лоб, перебирая циклы автоматов, а существуют возможности аналитического построения этих многогранников, и тогда все становится гораздо лучше. Вот это надо сказать по трудоемкости. А по второму замечанию по трехмерности, по трехмерной картинке, да, мне, конечно, хотелось сделать трехмерную картинку, и больше что, у меня даже есть одна работа, статья, она не вошла, в этот материал не вошел, то есть я рассматривал регистры троичные, когда там ячейки не 0-1, а 0-1-2, и там возникает трехмерная конструкция, но многогранники, которые я там получил, они четверои были некрасивые, там нет каких-то красивых додекаэдров, или каких-то платоновых тел, там такая, в общем, мне не понравилась картинка, я решил не включать все это все, вот так вот. Спасибо. Удовлетворен ли официальный оппонент ответный шестой? Да, я удовлетворен, я только советовал диссертанту, может быть, это сейчас не совсем уместно, понимаете, вот с учетом того, что вы сказали о сложности построения многогранника, попробуйте решать обратную задачу, посмотрите класс многогранников, для которых там, ну, посмотрите процессы, которые подходят под многогранники, да, посмотрите класс многогранников и порешайте обратную задачу, но это вопрос семинара, а не защита диссертации, спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Слово предоставляется второму оппоненту, доктору технических наук, Тимониной Елене 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 Пожалуйста, Елена Елене Мне надо паспорт показать, У тебя небезанно показать паспорт, да, хорошо, все. Ладно? Сейчас, сейчас, чуть повыше поднимите, пожалуйста. Еще, еще повыше. Вот, ну, все хорошо, да, очень хорошо. Большое спасибо. Слушаем вас. Диссертационная работа Мельникова Сергея Юрьевича посвящена решению проблемы распознавания и идентификации конечных автоматов по входным и выходным данным без использования информации о начальном состоянии автомата. Следует сказать про актуальность данной темы. Автоматные модели преобразования информации являются актуальными в целом ряде практических применений математики. Ну, сюда можно отнести техническую диагностику, сюда можно отнести задачи обеспечения информационной безопасности, а именно методы идентификации распознавания нарушений безопасности достаточно часто основаны на автоганках модели. Можно отметить задачи проверки качества датчиков случайных чисел, методы непрерывной аутентификации рабочих процессов, контроль скрытых каналов и методы экскриптоанализа. Ну, отсюда следует, что тема диссертационной работы является актуальной. Дальше я хочу кратко остановиться на содержании диссертации, очень кратко, и отметить то, что мне особенно понравилось в этой диссертации. В введении Глав Авиа-1 приведен достаточно глубокий обзор известных теоретических и прихладных результатов, которые близко связаны с исследованием конечных автоматов, со случайным входом, функция выхода в которых неизвестна и подлежит распознаванию по наблюдению над выходной последовательностью. Оригинальность и продуктивность исследований основаны на введении понятия вероятностной функции. И в первой главе получены интересные результаты, которые описывают свойства вероятностных функций. Кроме входных последовательств, которые построены по полиминальной схеме, рассмотрены также входные последовательности, которые моделируются простыми стационарными цепями Маркерфа. Здесь решена задача распознавания неизвестной пулевой функции выхода проходного регистра сдвига, сполучен под схемой вернули входом по значковой статистике выходной последовательности. Аналогичные результаты получены и в случае входной марковской последовательности. Вторая глава посвящена использованию спектров графов задачи распознавания неизвестной функции выхода автомата. Показано что вероятностные характеристики бедра выходной последовательности автомата со случайным входом описываются с помощью спектральных свойств неориентированных графа этого автомата. Найден спектр неориентированных степеней графа Дебрейна который позволит построить новую верхнюю границу числа независимости таких графов. Найден спектр к циркулярных матриц и редуцированных графа Дебрейна. И найдено количество основных деревьев или ровциклов. Третья глава по моему мнению представляет не больше теоретически и практический интерес. Иначе интерпретируя вероятностные функции иначе по сравнению с главой первой определяется в действительно многомерном кубе многогранники которые соответствуют автомату. Свойства построенных многогранников позволили построить неравенство определяющее достаточное условие выявления противоречий между предполагаемым и истинным автоматами. Этот подход является конструктивным в решении задач проверки гипотезы о соответствии проверяемому автомату. Конструктивно следует из возможностей в некоторых случаях строить многогранники аналитическими методами. В этой же главе исследованы условия сохранения значковых статистик в выходных последовательных. В четвертой главе подход многогранников развит для автоматов допускающих аналитические методы построения многогранников и определены результаты компьютерного модерирования. В основном рассмотрены автоматы на базе регистров сдвига. В пятой главе рассматривается проблема распознавания языка по сильно искаженным тексту. Сильное искажение это невозможность прочитать, но возможность идентифицировать язык сообщения. Автор дистанционной работы не может применять разработанный для автоматов метод анализа, но в данном случае он строит свои подходы используя аналогичные идеи. Из применения доказано, что возможно хорошее решение проблемы для европейских языков при искажении, которое значительно выше теоретического уровня просто способности канала беспамят искажения. Далее в отзыве приводится достоверность результатов и хочу отметить также что новизна и научная значимость дистанции состоит в следующем. Возработаны ряд новых подходов к дезинфикации автоматов различных постановках задач. Для решения этих задач разработаны новые математические методы и модели. Следует отметить оригинальность подходов, основанных на вероятностных функциях и многогранниках автоматов. При этом автор использует широкий спектр математических областей и математических метод. Практическая значимость состоит в том, что полученные результаты и разработанные методы анализа позволят эффективнее решать важные прикладные задачи, технической диагностики, информационной безопасности и криптанализа. Диссертация представляет собой целостное завершенное исследование, показывая, что Мельников Сергей Юрьевич удовлетворяет высоким квалификационным требованиям. Ну, однако, по форме диссертации необходимо открыть разом мячей. Ну, во-первых, в диссертации это глава 3-я 1-й парадок нет аккуратного доказательства утверждения, что для периодических последований величина С-маленькая альфа это формула 3-1 на странице 92 является отношением частоты встречаемости слова альфа на периоде к длине периода. Ну, это утверждение достаточно просто, но важно для дальнейших рассуждений. Во-вторых, в диссертации неопределена топология, в которой рассматривается замыкание R-большого А. Третье. В авториферате рассматривается множество всех циклов в графике переходов автоматов и нигде не упоминается, что рассматриваются на самом деле циклитические последовательности по парно-различных двух, число которых действительно является конечным. Ну, и маленькое замечание по оформлению это формула 21 в авториферате не определена, а в диссертации определение произведено после уже соответствующей формулы. Ну и, несмотря на указанные недостатки, диссертации производят очень хорошее впечатление. Тема диссертации соответствует паспорт специальности 05-13-17 теоретически основной информатики. Авториферат правильный полный отражает содержание инстеркционной работы. Автор диссертации разработаны теоретические полотнажения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, состоящее в разработке методов идентификации конечных автоматов, которые обрабатывают случайные или все послучайные данные по наблюдению над выходной и входной последовательностями. Работа соответствует требованиям предъявляемой диссертации на сыскание ученой степени доказательных физико-анитматических наук. Так, лаксно, пункт 2.1 раздела 2 положения предсуждения ученых ступеней Федеральным государственным автономным образователям учреждения высшего образования Российского университета дружбы народов, утвержденного ученым Советом РУДТН, протокол 12.23.09.19 А ее автор Мельников при суждении ученой степени доктора физико-анитматических наук по специальности 05.13.17 теоретические основы информатики. Я закончила. Большое спасибо, Елена Евгеньевна. Будут ли вопросы к Елене Евгеньевне? Вопросов нет. Тогда слово для ответа официального оппонента предоставляется соискателем. Я согласен с замечаниями уважаемого профессора Елене Махатимония Евгеньевна. Отвечу на одно из замечаний. Оно самое короткое и на мой взгляд очень глубокое. В диссертации не определена топология, в которой рассматривается замыкание множества рфа. Если отвечать коротко, то конечно рассматривать обычно и вреду топология, однако мне кажется, что вопрос о топологии гораздо глубже, гораздо глубже. Дело в том, что точки, из которых образованы наши рассматриваемые многогранники, они по сути национальны, потому что они являются частотами каких-то событий, из-за рациональной точки, и всего, других там нет точки. А потом мы берем замыкание этого множества, то есть переходим к пределу, то есть мы рассматриваем пределы последовательности состоящих из рациональных точек. И вот тут уже существенная топология. Если мы ограничимся в диссертной топологии, то этот предел нас приведет к какому-то действительному числу, ну и соответственно либо не приведет, и тогда мы будем говорить, что предел не существует. Однако рациональным точкам, которые образованы частотами отношения этих встречаемости слов, им-то как бы все равно в какой-то полуге их рассматривают. Они как были, так и остаются рациональными точками. И если на них посмотреть с точки зрения не эвклидовой топологии, а, например, поэтической, то они вполне могут обладать, иметь, вот эти последствия могут иметь пределы в поле поэтических чисел. И тогда мы получим другой многогранник. То есть, на самом деле, вид топологии, он, ну, существу влияет на строение многогранника. я бы здесь отметил серию работ Хренникова, известного нашего ученого, Андрея Юрьевича, и, наверное, ну, не только его, конечно, здесь, у него были очень серьезные савторы, и вот он развивал так называемый принцип статической стабилизации частот в разных топологиях. На мой взгляд, чтобы, когда я бы доказывал вот эти вот чезарности, чезаронаследственность, не чезаронаследственность, я бы сталкивался с такими вот с этим все эти вещи. Вроде бы пацанств расходятся, но она расходится в действительных числах. Там нет, другие, нет, есть верхняя и нижняя, они разные. А вот в поэтических числах она бы сходилась. Ну, в 2, например, до двоичного случая. вот это замечание спасибо вам за него. Я считаю его очень важным, очень перспективным и открывающим вообще совершенно неожиданные просторы для дальнейшего. С остальным замечанием конечно согласен. Спасибо. Удовлетворен ли официальный оппонент отзывам соискателя? Спасибо большое, Таэна Дуитвина. Большое спасибо. Слово предоставляется третьему оппоненту доктора физико-математических наук Орлова Юрия Николаевича. Юрий Николаевич, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие коллеги. Мне надо показать, наверное, документ. покажу. Ну, коллеги знают, вот я его показал. Необязательно, конечно. Так, коллеги, я с удовольствием расскажу о своих впечатлениях по диссертации Сергея Юрьевича, потому что отчасти я ее тоже достаточно давно наблюдаю в развитии, эту диссертацию. и во-вторых, она достаточно близка мне по направлению исследований. Конечно, здесь уже много говорилось, ну и очевидно, про актуальность этой тематики. И, конечно же, основной результат, как все предыдущие уважаемые оппоненты отмечали, это, безусловно, конструктивный подход с разработкой многогранников, которые отвечают за одному автомату. В этой связи я бы вот с удовольствием хотел бы еще раз подчеркнуть очень тонкий вопрос Ирины Андреевны Кочетковой, который был задан в первой части защиты, ну, по обсуждению, детерминированные и случайные последовательности на входе, так сказать. Есть ли еще что-нибудь другое? И, на мой взгляд, диссертант несколько уклонился от прямого правильного ответа. У диссертанта есть многогранники, которые решают эту задачу. На вход подается, вообще говоря, тонкий момент. Туда подается искаженная последовательность. Она может быть детерминированной с шумом. И в действительности приходится распознавать не какую-то последовательность одного из таких вот идеальных классов, либо чисто случайную, либо чисто детерминированную. А некоторую комбинацию, которая требует фильтра. Ну, кто же отфильтрует, то есть, последовательность со случайным шумом, если мы не знаем, скажем так, спектральный свойств того, что подается на вход. И тут вступают в игру многогранники. Вот относительно многогранников я бы привел еще такую ассоциацию со знаменитыми диаграммами Воронова. Как известно, это множество точек, для которых некоторые заданные являются ближайшими. И интересно было бы в данном случае связать, вот, скажем так, многогранники Мельникова на такой предмет. А какие точки, для каких точек многогранники Мельникова были бы диаграммами Воронов? Что это за точки? Как устроено пространство тех точек? Не является ли это пространство чем-то базисным в теории автоматов, которые изучаются? Вот есть ощущение, что здесь достаточно есть сильное, так сказать, утверждение внутри, скрытое, скрытое сильное утверждение внутри диссертации. И в этой связи она, безусловно, я бы так сказал, достаточно прорывная в этой теории. Конечно, здесь можно много задавать вопросов относительно всяких деталей, связанных с распознаванием языка. Ну, например, какова должна быть вероятность нарушения символов для того, чтобы, условно говоря, английский текст стал бы немецким. Насколько это вероятностная конструкция? Или можно ли отделить вероятностное нарушение от целенаправленного? например. Ну, и тут очень было много еще таких вопросов, связанных с тем, что вероятность искажения может быть связана с отдельными буквами, с отдельными символами, с отдельными словами, и зависит от них. То есть, не просто вероятность искажения там, произвольного символа, а это вероятность, которая является парной функцией. Ну, если, условно говоря, вероятность заменить О на А в русском языке редко приведет к сильному непониманию текста, то в других языках вероятность изменения одной буквы на другую может изменить даже и язык. И если бы рассмотреть вероятность искажения пропорциональную или обратно пропорциональную вероятность использования таких символов в языке, то можно было бы построить довольно интересные наблюдения, так сказать, по стилю таких искажений. Ну и посмотрите, какие искажения вообще бывают. Не целенаправленные, а случайные. Но это все, как говорится, внешние такие рассуждения относительно широты тематики, которую захватил Ахтар. Поэтому есть ряд таких технических замечаний, которые по большому счету совпадают с тем, что говорили уже предыдущие оппоненты и замечания, которые были в отзывах. Да, конечно, не все графики диссертации полностью, так сказать, раскрыты по своему содержанию, но соискатель уже ответил на эти вопросы, и я их повторять не буду. То, что вот в частности есть такое еще определенное замечание, что при рассмотрении изоморофизма графа переходов регистров сдвига и регистров сдвига с внутренним суммированием были наблюдены различные вероятностные слойства этих автоматов, но как-то это осталось просто как определенный опытный факт и без детальных объяснений, почему такое происходит. Но с другой стороны надо сказать, что существует неликвидное множество комбинаторных проблем, и в частности задача об изоморофизме графа строго говоря не решена. Как по статистике графа определить изоморфаны ли они или нет, как и не решены задачи в максимальном числе ближайших точек в области, ну и так дальше. То есть это задачи достаточно сильного класса, и то, что не все они, как говорится, нашли отражение в диссертации, это совершенно закономерно. Поэтому вот такие мои замечания, они, безусловно, не снижают впечатление хорошего диссертации, безусловно, не умаляют важности результатов, результаты, безусловно, неоспоримы. Ну так что я завершу такое выступление традиционным высказыванием относительно того, что диссертационные исследования Сергея Юрьевича Мельникова являются законченные научно-квалификационные работой. Совокупность разработанных теоретических положений квалифицируется как научное достижение, состоящее в разработке методов идентификации конечных автоматов, обрабатывающих случайные или псевдослучайные данные. Работа соответствует требованиям, предъявляемым диссертациям на соискании ученой степени доктора Федмакнаук согласно таким-то разделам положения присуждения ученых степеней в Российском университете Дружба народов утвержденным ученым советом РУДН. А автор Мельников Сергей Юрьевич заслуживает присуждения ему ученой степени доктора Федмакнаук по специальности теоретически основы информатики 25-13-17 но сейчас наверное номер специальности не стоит другой ну вот соответственно там с аминклатурой вот ну по тому номеру которому отвечает эта специальность спасибо за внимание большое спасибо Юрий Николаевич номер не изменился пока по новому номеру будем только следующей осенью защищать есть ли вопросы к Юрию Николаевичу вопросов нет тогда слово для ответа официального оппонента предоставляется соискателю у меня вопрос а что замечание услышит под запись для протокола замечание у официального оппонента золова да да замечание замечание спасибо итак основные замечания под запись первое замечание не дано объяснения тому почему различаются вероятностные свойства автоматов переходными регистрами ЗВИГа и с регистрами ЗВИГа с внутренним суммированием вероятностные свойства различаются но не дано объяснения почему второе второе замечание Оно такого редукционного плана В работе используются в одном и том же смысле и контексте Термины обобщенные графы де Брейна и редуцированные графы де Брейна Следовало бы выбрать один термин и его придерживаться Третье замечание Графики кривых точностей распознавания языка Рисунок 5.19 диссертации требовало бы более детальных пояснений На них соискатель ответ дал, но тем не менее такое замечание есть И в диссертации не было таких чётких рекомендаций По использованию предложенных методов для тех или иных классов автоматов Вот основные замечания, которые есть в моём озере Большое спасибо Есть ли ещё вопросы к Юрию Николаевичу? Если больше образов нет, то слово для ответа официально понятно Представляется искать Конечно, я согласен с замечаниями уважаемого Юрия Николаевича И отвечу, наверное, на одно про графы переходов регистра и регистра внутреннего суммирования Да, там некоторые, ну, хламбур что-то Графы изоморфные, а свойства разные И ответ здесь очень простой Графы этих двух автоматов, они изоморфны как непомеченные графы То есть, как по структуре они заморфны Соответственно, это приводит к тому, что у этих двух автоматов одинаковый диаметр Одинаковое количество петель, цикла длина 2 Вообще-то слова структуры у них одинаковые А вот, если когда эти непомеченные графы помечаются входными и выходными символами Ну, дуги их Что приходит на вход автомат и что у него идёт на выход Вот это расставляется, эти 0-1 Вот они, как раз, расставляются по-разному В графе обычного регистра Делега, в Дебременском графе Они вот так по Дебременскому расставляются А вот, совершенно в том же графе, в той же структуре Вот эти 0-1 на дугах в графе регистра Делега с внутренним суммированием Расставляются уже по-другому И вот это вот, несмотря на то, что структура граф совершенно идентичная Различная установка меток на его дугах приводит к значительному расхождению, к значительным различиям в их вероятностных свойствах. Ну, наверное, так. По замечанию обобщенной граф Дебрайна и редуцированной, да, используется и то, и другое. Редуцированный граф, мы впервые эти графы придумали с моим соавтором достаточно давно, тогда они, значит, на самом деле, у него там на работе они использовались, эти графы, и они именно возникали в результате редукции. То есть был какой-то большой граф, там что-то с ним, брезали его как-то, и то, что получалось, вот он назвал редуцированными, ну, и потом мы вместе с ним начали исследовать. А потом выяснилось, что существует англоязычная литература, в которой вот эти графы называются, ну, generalist Дебрайна, вот отсюда вот такое некоторое рассогласование. Вот, я ответил на вопрос? Добрый день. Удовлетворяю ли я официальный оппонент ответами соискателя? Да. Спасибо. Тогда слово предоставляется четвертому оппоненту, Удовкиной Марине Александровне. Уважаемый председатель и член диссертационного совета, позвольте мне тоже кратко высказаться о именно вычлении, которое у меня сложилось от данной диссертации. Ну, я, называется, присутствовала еще год первый раз в УДН, года три, года назад, когда Сергей Юрьевич, называется, первый раз представлял здесь вот то, то, что он получил уже предварительно в рамках диссертационного исследования. Диссертационного исследования. Поэтому результат, конечно, за прошедшие два года, по сравнению с тем, что было раньше, диссертация приобрела совершенно уже другой вид. И она, когда я ее заслушала во время оппонирования, я пригласила Сергея Юрьевича к себе на научный семинар, чтобы он был с этой диссертацией. И у меня, конечно, произвело совершенно иное впечатление, чем года три назад. Видно, что была проделана огромнейшая работа. Естественно, это заслуга в том числе и научного консультанта большая, и, я думаю, коллектива кафедры, то есть, просто совершенно уже другое впечатление сложилось. Ну, как это более интересный математический аппарат стал применяться, то есть, работа очень сильно выросла. Вот по поводу предложенных методов геометрических, которые здесь не накратно упоминали, я, прежде всего, следую, скорее всего, из первого учителя Сергея Юрьевича, в том числе из его кандидатской диссертации, именно это, обязанного Никонову и его научной школе. Как раз здесь Никонов, называется, популяризирует, пропагандирует исследования функций, казначных функций с помощью геометрических методов. И как раз эти геометрические методы, то есть, это база, которая была заложена Сергею Юрьевичу еще во время его учебы, наверное, в институте, во время работы на кандидатской диссертации, это все как раз сыграло к тому, что это привело к возникновению понятия многогранника, и которое называется, по сути дела, исследование которой посвящена данная диссертация. Ну вот, многогранник мы ввели. Что это позволяет сделать? Это позволяет нам, в том числе, и провести классификацию казначных функций, к которому посвящена четвертая глава. Но что это интересно бы, конечно бы, то, что не хватает в диссертации. То есть, мы рассматриваем два классических объекта, которые возникают у нас в системах защиты информации, это регистры сдвига, их различные обобщения регистров сдвига. Это первый объект. Второй объект – это наши казначные функции. Уже Сергей Юрьевич упоминал, что казначными функциями классификации занимались, в том числе, это Александр Васильевич Ерёмушкин, в том числе, это Никонов. Но возникает, что не хватает, возникнет некоторое неудокноренность, того, что как раз казначным функциям, которым искорификация которых является то, что посвящено диссертации, очень мало, с помощью многогранников, очень мало делено в диссертации места. То есть, там реально рассматриваются только линейные функции, и, конечно, хотелось бы, чтобы это, если бы заискатель дальше продолжил бы исследование и рассмотрел уже и другие интересные, в том числе, функции, которые используются и в категорографических положениях. Поэтому одно из основных замечаний было то, что в своей работе он, называется, автор не провел анализ известных характеристик болевых функций, таких как коррекционная иммунность, степень нелинейности, линейные характеристики, наличие запретов и так далее, и так далее. А также, срам, это не показал, что дает, какие дают преимущества применения методов многогранников, как это влияет на известные классификации, уже классификационные результаты, получив, например, это для известных классов, а криптографических, в том числе, болевых функций, в том числе, и как это все можно расширить, усилить, что нового дадут его метод многогранника. Вот это, конечно, хотелось бы в перспективе дальше увидеть, поэтому это замечание, в том числе, это уже диссертация. Также, во время чтения диссертации, что вызвало затруднение ее чтения, это непрежные оформления, то есть формулы, обозначения, просто это, нумерацию формулы кое-где пронумерованы, кроме где нет, называются опущенными местами знаки припинания, ну, какой-то в итоге опущенный параметр суммирования, ну, это все-таки для докторов физико-математических наук, ну, можно было бы формулы вычитать, а постараться как-то их провести, это все-таки некоторая математическая культура, вот, это тоже является одним из основных замечаний, то есть вот эта небрежность, в том числе, это оформление автореферата, даже, смотрим, здесь у нас присутствуют разные тексты, набранные разные шрифтами, формулы тоже живут на одной странице, тоже живут своей жизнью, то есть там 12-й шрифт, 14-й шрифт, но вот эта все небрежность, конечно, она привела к затруднению восприятия диссертации, и обычно, когда мы читаем диссертацию, у нас, когда какой-то текст, мы начинаем либо, затем, мы не можем одновременно читать, учитывать суть, и обращая тут внимание на эти мелкие проблемы с оформлением, они, конечно, очень снижают от общего впечатления диссертации, можно было, конечно, здесь доработать, но о этом, говорят, по поводу оценных трудоемкостей, это уже здесь говорилось, и также тоже мое замечание, ну, в принципе, Сергей Юрьевич уже на него дал ответ, так что вот эти основные вот эти три замечания по диссертации, но, несмотря на сказанные замечания, несомненно, конечно, то, что Сергей Юрьевич написал хорошую диссертационную работу, она является законченной нашей квалифицированной работой, совокупность разработанных теоретических положений можно квалифицировать как научное достижение, работа соответствует требованиям, предъявляемой диссертации на соискание в ученой степени доктора физико-математических наук, согласно пункту 2.1 раздел 2 положения предсуждения ученых степеней в РУДМ, утвержденных Советом РУДМ, и автор Емельников Сергей Юрьевич заслуживает предсуждение ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 05-й на ЦНС, теоретические основы информатики. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Марина Александровна. Есть ли вопросы к Марине Александровне? Если вопросов нет, то слово для ответа официального оппонента предоставляется соискателем. Я согласен с замечаниями, уважаемая Марина Александровна. Отвечу, наверное, на одно из них, самое существенное, это по связи известных характеристик булевых функций с классификацией полученных с помощью нарограммиков. Тут нет, конечно, это заключение совершенно справедливости. И более того, такая связь есть. она есть, по крайней мере, на каком-то качественном уровне, что ее можно почувствовать. Например, видно, что когда, у меня был пример в докладе, когда функции отличаются инверсией друг от друга, их многоугольники отличаются симметрией относительно горизонтальной оси. Две булевые функции отличаются инверсией аргументов, то есть одна f от x, а вторая f от x, ну, что мы что с вами, инверсия аргументов. тогда их многоугольники симметрично относительно одинаково, но симметрично относительно вертикально еще. То есть вот многоугольники, они выбирают в себя какие-то простые закономерности из булевого алгебра. Да, они отражают. Еще хороший пример, когда у нас булева функция содержит в ее группе инерции содержится полный цикл от переменных, то она от 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 переменных по циклу, то тогда многоугольник этой функции достаточно беден он не может быть каким-то вот таким браскалючимым, не сложнее, четырехугольник, то есть какая-то трапеция. Это означает, что суть меня точно отразило, она есть связь между геометрическим свойством многоугольников и какими-то перечисленными свойствами булевых функций. ну на самом деле это крайне сложная связь сделать и презентация ну просто она этого не касалась, я не касался этого вопроса. с основными замечаниями конечно согласен. Большое спасибо. Удовлетворенный официальный оппонент ответа не союз спасибо спасибо. Спасибо. Тогда переход к дискуссии. Кто хочет выступить по властушной диссертации? не 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 вы можете с места вас видно полно. Мещеряков Арман Валерьевич на седут проблем управления Российской Академии. Я уже давал отзыв на автореферрат и знаю Сергея Юрьевича не один десяток лет. За это время он и вырос как в теоретическом плане так и в практическом а сошлись мы с ним на области обработки речи текста голоса и различных иных последовательностей и к сожалению он сегодня не рассказал практически про свою пятую главу хотя в автореферрате есть и несколько слайдов было показано о пропускной способности канала связи которая возможно при передаче различных искаженных текстов так вот я бы хотел продолжить историю что у нас может использоваться не только алгебра но и грамматика которая однозначно может соответствовать входным и выходным последовательностям а многогранники будут по сути формировать эту грамматику которая определяет язык в том числе и с искажениями поэтому очевидно что при недостатке информации и при необходимости внесения искажения в существующий текст в том числе и с использованием сиконографических функций я считаю что использование методов разработанного Сергеем Юрьевичем могут сформировать некоторую концепцию в дальнейшем для их автоматического ну или в крайнем случае автоматизированного обнаружения и выявления такого рода недекларируемых возможностей это вот и все-таки хотел бы сориентировать что все-таки больше у Сергея Юрьевича физико-математические науки хотя мне было бы привычнее увидеть технические науки где разрабатываем методы уже сейчас внедряются я думаю что время методов Сергея Юрьевича уже сегодня озвучивались придет там через ближайшие 5-10 лет при формировании новых архитектур в том числе и нейроморфных поэтому я уважаемых коллег предлагаю принять Сергея Юрьевича как сложившийся доктор физико-математических наук по специальности теоретические основы информатики спасибо большое спасибо есть ли еще желающие выступить в дискуссии Сергей Сергеевич позвоните я прошу вас прошу вас да я начну как ученая секретарь научного международного семинара современной телекоммуникации и математической теоретической трафикой учредителями которые являются 5 научных организаций кроме РУДН это ТУСИ ИПИРАН в АПМ и НИХАТКИВЧ СГУ Томский государственный университет и ИПИМ и НИНИКЕВЧ вот перед этой серьезной аудиторией стескатель поступал дважды в декабре 18-го года и в феврале 21-го года в этом году ну и в частности вот 3 года назад тогда испытания проходили еще в очном формате Малья Александровна об этом упомянула и стескатель получил внучание точнее пожелание развить результаты в том числе и от профессора Кузовкина и от профессора Орлова и которые впоследствии стали абонентами по его депрессации и сегодня мы их выступление слышали вот такое развитие работа получила и мы это увидели и на пресс-защите на международском семинаре в феврале 21-го года но главным образом это видно по докладам Сергея Юрьевича на конференциях и при этом трех из конференций РУДМ является организатором поэтому мы видели как активно в 2020 году Сергей Юрьевич апробировал результаты это отражено и в его списке трудов но не только по работе на наших конференциях мы знаем Сергея Юрьевича а еще и потому что работа выполнялась на нашей кафедре потому что он часто общался с коллегами кроме того Сергея Юрьевича участвовал в мероприятии по поориентации наших студентов и аспирантов и он рассказывал о перспективных направлениях научных исследований своего предприятия о лингвистической информационной технологии что касается работы у меня было замечание по холировке положений винатимых на защиту и в авторитрате они были скорее как научные результаты но соискатель в докладе полностью это замечание снял работа несомненно сильная интересная например оригинальное использование вероятностных функций многогранников автоматов первых главах перевлечения специальной теории графов для задач осознавания в пятой главе я буду голосовать за и призываю членов дистовета поддержать работу спасибо спасибо есть ли еще желающие выступить в дискуссии не видно если желающих нет тогда слово для заключительного слова предоставляется соискателю уважаемый председатель уважаемый член дистанционного совета я благодарю вас за внимание к моей работе и за плодотворную дискуссию и за ценное замечание обязательно их учту в своих дальнейших исследованиях тем более сегодня уже наметились пути этих исследований я благодарю сотрудников кафедры плодной математики и вероятности за оказанную поддержку в течение нескольких лет а из-за постоянного внимания к моей работе особую признательность я высказываю своему научному консультанту константину Евгеньевичу он на протяжении всего этого времени оказывал мне значительную и научную и организационную помощь и без его внимания без его помощи конечно сегодня ситуация была бы невозможна спасибо вам большое константину Евгеньевича ты надежный джун спасибо большое спасибо теперь для проведения тайного голосования предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе Гайда Мака Ирина Васильевна Малых Михаил Дмитриевич и Дружинина Ольга Валентиновна возражений нет тогда ставлю на голосование открытое голосование у нас проходит следующим образом Анастасия Вячеславовна зачитывает по очереди список членов присутствующих на данном заседании нужно сказать да естественно подключи камеру да значит ставлю на голосование пожалуйста Анастасия Вячеславовна Себастьян Саводов да 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 я за Боголёбов Александр Николаевич да сейчас давайте дальше очень плохо слышно Антасия да да дружинина Ольга Валентиновна микрофон не слышно о вас Ольга Валентиновна микрофон микрофон у вас да да Кланиев Евгений Борисович да Малых Михаил Дмитриевич да Орлов Юрий Николаевич да Рыбаков Юрий Петрович да да тоже поддерживаю Степанов Сергей Николаевич да Чтинин Евгений Юрьевич Евгений Юрьевич да да я поддерживаю да принимается единогласно значит сейчас объявляется перерыв для тайного голосования нам должны будут прислать на почту уже прислали что-то я не вижу наверху сейчас я смотрю можно начинать да можно щелкать на ссылку и голосовать вот да пришло мне тоже всем должно на почту прийти у меня вопрос на почту Рудээна на почту Рудээна должно прийти да рудээна Ну, я думаю, минут пять на голосование мы будем закладывать. Осталось чуть-чуть. Еще мы в совете показываем вопросы, нам дают сутки голосовать. Что-то очень содержит очень большие. Тоже волновение? Ну, такая же система, но с одной этажа система. Очень медленно работает система. Открыть плохой, да? А? Открыть плохой. Да, я думаю. Придется ждать, да? Да. Спасибо. Нажали-то все, а вот система. Да, 100% проголосовали, да. Давайте, мы пять минут объявили на голосование. Давайте подождем, когда придет. Ну, чего ждать-то из 100% проголосовала? А? Настя отошла. А, отошла. Отошла Настя, сейчас она подойдет. Перерыв еще не кончится, понятно. Мы пять минут перерыв, она попросилась. Вот, все, я уже зафиксировал. Понятно. Вот, да. Спасибо. Сейчас давайте подождем, когда Анастасия Вячеславовна придет. То есть, в течение первой роли озвучил. А я не знаю, проголосовал или нет. Да, 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 проголосовал и все проголосовал. По системе, да, Сергей Николаевич. Да, да, да. Тут у нас просто очень все медленно и непонятно сработало или нет. Ну, честно говоря, я не в детали нажимал. Ты за нажимал, а не да. А? Ты нажимал за. За. А не да. А, за? Конечно. Все, все, все. Все нормально. Сейчас ждем Анастасию Вячеславовну. Сейчас она подойдет. Давайте чуть подождем. Ты точно нажимал, потому что это вне нашей достижимости вся эта система. Что случилось? Что зайти было. Да, да. Все нормально. Все. Все нормально. Слово предоставляется председателю счетной комиссии для оглашения результатов тайного голосования. Кому? Да. Это голосование на экране по вопросу о присуждении ученой степени доктора физико-математических наук Мельникову Сергею Юрьевичу. За 13. Против. Нет. Ну, недействительных прилипений тоже нет. У меня все. Большое спасибо. Кто за утверждение протокола счетной комиссии прошел голосовать? Голосуется открытым голосованием. Прошу, Анастасия Вячеславовна. Севастьян Кляния Кондоновича. За. Самой Латвинович. За. Куряков Сминович. За. Дмитрий Владимирович. Голосуется открытым голосованием. За. 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 Влад Михаил Дмитриевич. За. За. Орлов Юрий Николаевич. За. Рыбаков Юрий Петрович. За. За. Степанов Сергей Николаевич. За. За. Штинин Евгений Юрьевич. За. Протокол счетной комиссии утверждается единогласно. Теперь нам нужно принять заключение по рассмотренной диссертации. Проект заключения разослан всем членам совета. Есть ли дополнения изменения прошу высказываться. Принять в целом. Нету нету никаких дополнений. Тогда кто за то чтобы принять текст заключения прошу голосовать. Опять голосование открытым голосованием. Пожалуйста. Севастьянов Леонид Антонович. За. Самойлов Константин Евгеньевич. За. Курабов Дмитриевич. За. Дмитриев. За. Горобов Александр Николаевич. За. Редомак Юрий Васильевич. За. За. Дружинина Ольга Валентиновна. За. Ванеев Евгений Борисович. За. Малых Михаил Дмитриевич. За. Орлов Юрий Николаевич. За. Рыбаков Юрий Петрович. За. Степанов Сергей Николаевич. За. За. Щетинин Евгений Юрьевич. За. Заключение принимается единогласно. Таким образом, диссертационный совет установил, что диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук, представленная Мельниковым Сергеем Юрьевичем, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной научной проблемы, создание теоретических основ, моделей и методов распознавания и идентификации конечных автоматов по входным и выходным данным, без использования информации о начальном состоянии автомата. Работа отвечает всем требованиям диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 05.13.17 теоретические основы информатики, согласно пункту 2.1, раздела 2, положение о присуждении ученых степеней Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российский университет дружбонародов, утвержденного ученым советом РДН, протокол номер 12 от 23.09.2019 года. На основании тайного голосования Мельникова Сергея Юрьевича присуждается ученая степень доктора физико-математических наук по специальности 05.13.17 теоретические основы информатики. Есть ли у присутствующих замечания по ведению заседания? Нет. Нет. Разрешите поздравить Сергея Юрьевича с успешной защитой диссертации. Повестка дня текущего заседания исчерпана. Я выключаю запись данного заседания и объявляю перерыв. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова